Дело автоматывается в Русским городским судом, председатель отступающего поддела Львовик и секретарь Катанова. В зале суда адвокаты, местные думцы и простые горожане. Нет только самого инициатора встречи. Мэр Чернышов официально в отпуске отдуваться приходится законному представителю ИСЦА. Любовь Изотова считает, депутаты заигрались в политику, отправлять ее подзащитного в отставку не имели права. Принятый закон должен распространяться не на действующего главу, а на того, который будет избран вновь в 2010 году. Далее, не были внесены соответствующие поправки в устав Озерского городского округа. Именно в части полномочий собрания депутатов удалять главу города в отставку. На другой чаше весов федеральный закон, принятые недавно поправки, позволяют местным парламентариям отправлять городоначальников в отставку. Нужно лишь доказать, что мэр не исполняет своих полномочий, а претензию депутатов к Чернышову хоть отбавляй. Муниципальный рынок как камень преткновения между жителями Озерской и городской администрации. Мэр Чернышов решил построить здесь развлекательный комплекс. Раньше на месте этого забора стояли продуктовые палатки. Теперь там автостоянка. Городским предпринимателям для торговли оставили лишь маленький клочок земли. А еще разбитые дороги, грязная вода. Мэру припоминают и недавний скандал с памятными плитами. С отмашки Чернышова, заявляют депутаты, они были снесены. Главе городского округа очень много претензий за последние несколько лет. Он практически не занимается городским хозяйством. По темпам жилищного строительства и воду, жилья мы занимаем последнее место в области. Дороги за последние годы, качество дорог, дорожного покрытия значительно ухудшилось. Импичмент мэру объявили утром 1 июня. В тот же день он ушел в отпуск до 15 августа. Противостояние в Озерске разгорается с новой силой. Его только ленивый не обсуждает. Я считаю, что надо выбирать не Чернышова. Я считаю, что надо выбирать, начинать с депутата. Вот эта вот тройка богатырей борется за власть. Мы его вообще редко, как говорится, в городе видим. Так только нам сообщают, что наш город посетил наш мэр. И тут же куда-то уехал. Попасть к нему на прием совершенно невозможно, потому что он все время в разъездах. У замов Чернышова другая позиция. Они считают, что этот импичмент никому не нужен. Чернышов и сам вскоре должен уйти в отставку. Ведь срок полномочий истекает меньше, чем через год. Есть эффективные права и не вникально все остальное. И Хренский, если дорабатывать до положенного ему срока, от этого всем удобнее. И администрация в частности. Но найти общий язык разным ветвям власти уральской запретки не удается. Адвокаты и сами не знают, насколько могут затянуться разбирательства. Чью бы сторону не принял городской суд, нет сомнений, что проигравшая сторона будет оспаривать решение высшей инстанции.